С вами учебник «Слух». История России, 11 класс. Тема урока – восстановление и развитие экономики и социальной сферы. Влияние победы. СССР победил в самой кровопролитной войне в истории человечества, внёс решающий вклад в разгром агрессоров. Подвиг советских людей значительно повысил авторитет нашей страны во всём мире. Советское общество вышло из войны с чувством гордости и патриотизма. Его скреплял высокий дух коллективизма. Началась работа по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, потребовавшая колоссальных усилий. Люди, в годы войны напряжённо трудившиеся в условиях мобилизационной экономики, ожидали послаблений и улучшения качества жизни. Но начавшееся противостояние СССР и Западного блока потребовало форсированного восстановления, в первую очередь, тяжёлой промышленности. Последствия войны были ужасными. Засуха и неурожай, разразившиеся в 1946 году, стали причиной голода в ряде западных районов страны, в Поволжье и Центральной Чернозёмной зоне. Миллионы вдов напряжённо работали на заводах и в колхозах. Множество людей осталось без крова и жило в землянках. Не хватало качественной одежды и других промтоваров. Демобилизованные донашивали военные шинели и гимнастёрки. Особенно тяжёлым было положение на селе. Несколько лучше было организовано снабжение в больших городах. До 1947 года основные продукты питания распределялись по карточкам. Тем не менее, большинство людей считали, что самое страшное позади и смотрели в будущее с искренним оптимизмом. Вскоре после окончания войны начался процесс репатриации. В СССР стали возвращаться люди, угнанные во время войны оккупантами для рабского труда в Германии. Бывшие военнопленные и другие перемещённые лица. В отношении них проводилась проверка. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами, приговаривали к тюремному заключению. В исключительных случаях – к смертной казни. Такие меры находили понимание в обществе. Продолжалась беспощадная борьба с пособниками нацистов, прибалтийскими лесными братьями, бандеровцами, членами украинской повстанческой армии. Националисты, используя террористические методы, нападали на военных и милиционеров, убивали семьи советских активистов, учителей, медиков, запугивали сельское население в западных районах СССР. После 1945 года на территории Западной Украины и в Прибалтике жертвами бандеровцев и лесных братьев стали десятки тысяч людей. Борьба с националистическим подпольем закончилась его полной ликвидацией в начале 1950-х годов. Потери, демография В годы войны было убито и замучено, умерло от голода более 26,6 миллионов человек. Страна лишилась около трети своего национального достояния. Тысячи городов и десятки тысяч деревень были превращены в развалины или полностью уничтожены. Миллионы гектаров некогда плодородной земли были усеяны минами и заросли сорняком. Во время оккупации и отступления враги взорвали тысячи мостов, уничтожили шесть тысяч больниц, разграбили и сожгли исторические дворцы около Ленинграда, осквернили усадьбы Пушкина, Толстого, сотни музеев. В развалинах лежали древнерусские храмы в Новгороде и Пскове. В Германию были вывезены бесчисленные культурные ценности из музейных хранилищ, включая знаменитую янтарную комнату в Царском селе. Проблема реституции, возвращения культурных ценностей актуальна для нашей страны до сих пор. Жители деревень нанимались на стройки и переезжали в другие регионы. Большинство эвакуированных рабочих вернулись в Европейскую часть СССР, но многие остались в Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Масштаб миграционных потоков осложнял организацию снабжения. Еще в годы войны на территорию Республик Средней Азии были депортированы крымские татары, ряд народов Северного Кавказа и другие, обвиненных в пособничестве оккупантам. Их жизнь была очень тяжелой, хотя местные власти предпринимали максимум усилий, чтобы наладить их питание и быт. Военные потери привели к резкому сокращению количества мужчин. В начале 1950-х годов мужчины составляли 44%, женщины – 56% населения. Но уже в 1946 году рождаемость превысила уровень 1940 года. Довоенная численность населения была достигнута к середине 1950-х годов. Однако в последующие десятилетия, из-за чудовищных потерь и низкой рождаемости в военные годы, страна примерно через каждые 20 лет попадала в так называемую демографическую яму. С другой стороны, быстрый рост населения в послевоенные годы свидетельствовал об оптимизме в обществе и позитивной динамике социально-экономических процессов в СССР. Советский народ одержал победу, но война лишила личного счастья десятки миллионов людей. Горю победителей посвящено стихотворение Исаковского «Враги сожгли родную хату». Петергоф. До 1997 года Петродворец. Город-музей в 29 километрах от Санкт-Петербурга. Основан в 1710 году. Более двух веков был парадной летней резиденцией русских императоров. Восстановленный после войны Петергоф в 2008 году был признан одним из семи чудес света. Социальная адаптация фронтовиков. Борьба с беспризорностью и преступностью. Сразу после победы началась массовая демобилизация. Государство стремилось как можно быстрее интегрировать фронтовиков в народное хозяйство. В начале из рядов Красной Армии увольняли солдат старших возрастов, затем в течение трех-четырех лет более молодых. К 1948 году численность вооруженных сил сократилась до трех миллионов человек. Общество относилось к воинам и ветеранам Красной Армии как к героям. Их окружали почет и уважение. Но даже самым закаленным бойцам, прошедшим на войне тяжелейшие испытания, было непросто влиться в мирную жизнь. Они сталкивались с массой бытовых проблем, отсутствием нормального жилья и работы, нехваткой продуктов и медикаментов. Среди демобилизованных была высокая смертность. Это стало прямым следствием увечий, ран и огромного нервного и физического перенапряжения военных лет. В 1941-1945 годах из Красной Армии по инвалидности было уволено около 2,5 миллионов человек. Государство старалось обеспечить им медицинский уход и трудоустройство. Они получали пенсии, путевки в санатории, для них организовывались интернаты и дома инвалидов. Основная масса фронтовиков достаточно быстро перестроилась на мирную жизнь. Задумываться о превратностях судьбы было некогда. Надо было восстанавливать страну, причем в кратчайшие сроки. Война сделала сиротами миллионы детей. Многие из них оказались фактически беспризорниками. Их отцы и матери погибли на фронте, в нацистских концлагерях, в оккупации. Только на официальном учете в 1945 году состояли сотни тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Детских приемников-распределителей не хватало. Дети жили в подвалах и на чердаках, страдали от голода и холода, нередко от безысходности попадали в преступные шайки. Органы внутренних дел создавали для беспризорников детские комнаты и колонии, обеспечивали их питанием и одеждой. По мере налаживания мирной жизни количество неблагополучных детей сокращалось. С помощью милиции и органов социального обеспечения многим посчастливилось найти своих родителей, считавшихся пропавшими без вести. Детей направляли на учебу, трудоустраивали. Серьезным подспорьем стал добровольный сбор средств в фонды помощи беспризорникам. На фоне объективных трудностей в первые послевоенные годы резко возросла преступность. Только в 1945-1946 годах было ликвидировано более 10 тысяч националистических вооруженных формирований, банд и криминальных группировок, промышлявших убийствами и грабежами. Львиная их доля находилась в Прибалтике, лесные братья, и на Западной Украине, бандеровцы. В крупных городах страны орудовали шайки воров, скупщиков и продавцов краденого, жулики и мошенники. К ним часто прибивались предатели, ранее служившие оккупантам. Уголовники были хорошо вооружены, в том числе трофейным оружием, которого много осталось на освобожденных территориях. Правоохранительные органы вели беспощадную борьбу с преступностью. Их ряды были усилены за счет вернувшихся с фронта офицеров, обладавших боевым опытом. Комплекс жестких мер и профессиональные действия правоохранительных органов уже к 1947 году значительно снизили число преступлений. Вернуть на родину в короткий срок огромное количество военнослужащих было невозможно. Первый железнодорожный состав из Берлина вышел только 10 июля 1945 года. Всего было демобилизовано 8,5 миллионов человек. Воспитанницы детского дома для сирот Великой Отечественной войны на прогулке. Ясная Поляна, Тульская область, 1952 год. Яснополянский детский дом для детей открылся в 1948 году. Первоначально планировался только для девочек, но у многих были братья, и детский дом стал общим. В нем было воспитано более трех тысяч детей. Восстановление промышленности Задачи по восстановлению и развитию промышленности в 1945-1950 годы сравнимы с планами первых пятилеток. Постепенно возвращались нормы трудового законодательства. Постепенно возвращались нормы трудового законодательства мирного времени. Летом 1945 года были возобновлены отпуска, отменены обязательные сверхурочные работы. Возвращен восьмичасовой рабочий день. Начиная с 1947 года стала увеличиваться заработная плата рабочим и служащим. В 1949 году был введен обязательный медицинский осмотр для всех занятых на предприятиях с вредным производством. Для матерей, ухаживавших за младенцами, сохранялся непрерывный трудовой стаж. В глазах трудящихся эти меры наглядно подтверждали права советских граждан, гарантированные Конституцией СССР. Возрождение городов начиналось практически сразу после их освобождения частями Красной Армии. Осенью 1945 года Совнарком определил 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Среди них Смоленск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Воронеж, Новгород и другие. Было создано специальное управление для восстановления Сталинграда. На новостройках в Волжской Твердыне рядом с бывшими фронтовиками трудились студенты-добровольцы. В марте 1946 года был принят четвертый пятилетний план на период 1946-1950 годов, предусматривающий рост довоенных объемов промышленности на 38%. Темпы роста экономики значительно опережали плановые, и уже в 1947 году выпуск основных видов продукции достиг уровня 1940 года. Как и в предвоенные годы, управление экономикой осуществлялось централизованно. Планы государства встречали поддержку населения. Массовым стало движение скоростников, рабочих, выполнявших сразу несколько дневных норм. Притоку инвестиций в экономику способствовал регулярный выпуск облигаций государственного займа. По инициативе председателя Госплана Вознесенского на многих предприятиях вновь вводилась сдельная оплата, то есть оплата по результатам труда, а не по количеству затраченного времени. В 1946 году наркоматы были преобразованы в министерство, а Совнарком – в совет министров. Промышленность, главным приоритетом которой во время войны был выпуск военной продукции, последовательно переводилась на мирные рельсы. Переориентировались целые ведомства. На базе наркоматов, боеприпасов, минометного вооружения, танковой промышленности были созданы Министерство приборостроения, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения и другие. Несмотря на все трудности, в стране быстро увеличивался выпуск современных станков, турбин, электротехнических приборов. С 1946 года началось серийное производство грузовика ГАЗ-51 и легкового автомобиля ГАЗ-М20 «Победа». Как и в 1930-е годы, главным кадровым ресурсом промышленности стало сельское население. Миллионы крестьян переезжали в города и получали рабочие специальности. В обеспечении роста промышленного производства существенную роль играли поставки оборудования с немецких заводов, находившихся в советской зоне оккупации, осуществляемые в рамках репараций. На стройках и над восстановлением разрушенных зданий работали сотни тысяч пленных немцев, венгров, румын, японцев и других, которые во время войны принесли на нашу землю невиданное горе и разорение. На Урале были открыты новые месторождения нефти и газа. В кратчайшие сроки был построен Волгодонской канал, задуманный еще Петром Первым. Всего за годы четвертой пятилетки было восстановлено и вновь построено более шести тысяч крупных предприятий. В то же время начавшаяся Холодная война, подробнее о ней пойдет речь в четвертом параграфе, потребовало увеличения выпуска передовой военной техники и вооружения. Уже к 1950 году объем промышленной продукции превысил довоенный уровень на 70%, а в республиках Прибалтики и Молдавии в 2-3 раза. В условиях Холодной войны, когда потенциальными военными противниками стали США и другие страны Запада, советское руководство стремилось не допустить возможности повторения трагедии 1941 года. Быстрыми темпами модернизировалась армия. Создавались новые тяжелые и средние танки ИС-4, Т-54. На вооружение был принят знаменитый автомат конструктора Калашникова. Осваивались реактивные истребители МиГ-15 и МиГ-17. Закладывались современные боевые корабли. Однако главной задачей оставалась скорейшая ликвидация ядерной монополии США, разработавших планы нанесения по СССР сначала 20, а затем 50 и более атомных ударов. Советский атомный проект курировал Берия. Исследованиями в области ядерных и ракетных технологий руководили выдающиеся ученые Курчатов, Харитон, Королев, Келдыш и другие. Благодаря труду сотен тысяч инженеров, рабочих, строителей удалось в кратчайшие сроки создать ракетно-ядерный щит страны. В 1948 году в СССР была успешно запущена первая баллистическая ракета Р-1, а в августе 1949 года произведено успешное испытание атомной бомбы. Любопытные детали. Первое испытание советской атомной бомбы РДС-1, реактивный двигатель специальный, состоялось на Семипалатинском полигоне, ныне Казахстан, 29 августа 1949 года. Взрыв отбросил и искорежил железнодорожный мост, возведенный на расстоянии километра, и шоссейный мост на расстоянии полутора километров. Вагоны и автомобили, размещенные на мостах, были сметены. В условиях острого дефицита времени добиться результата нашим ученым помогла советская разведка. СССР первым начал использовать передовые ядерные технологии в мирных целях. Уже в 1954 году в Обнинске впервые в мире заработала атомная электростанция. Стремительно развивалась космическая программа. 4 октября 1957 года был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. В конце 1940-х годов был утвержден план строительства каскада электростанций на Волге, Днепре, Дону, Амударье. В СССР были созданы самые мощные для своего времени паровые турбины, шагающие экскаваторы и другое. Плакат «Новая пятилетка», пятилетка Великой стройки. Иосиф Сталин так охарактеризовал задачи послевоенной пятилетки восстановить пострадавшие районы, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень. Женщины работают на улицах разрушенного Сталинграда, разбирая руины жилых домов. 1943 год. 13 июня 1943 года Черкасова, работница детского сада, стала организатором первой добровольческой бригады из 19 женщин. Посетители магазина автомобилей на улице Бакунинской в Москве осматривают автомобиль «Победа». 1949 год. Проектирование первого в стране легкового массового автомобиля было начато в декабре 1941 года под руководством главного конструктора Горьковского автозавода ГАЗ «Либгарда». Машина получила название в честь будущей победы над фашистской Германией, в которой советские люди не сомневались. Опытный экземпляр был готов в 1944 году, но серийный выпуск начался только после войны. Впервые в истории СССР легковой автомобиль стал доступным для свободной продажи. «Победа» отвечала мировым стандартам автомобилестроения того времени. За 12 лет было произведено более 235 тысяч машин. Часть из них была продана в Австрию, Бельгию, Великобританию и другие страны. И в наши дни ГАЗ М-20 «Победа» высоко ценится коллекционерами за надежность и уникальный дизайн. Крикатуры Ефимова «Лопнувший шантаж» 1949 год. США рассчитывали за счет ядерной монополии обеспечить свое главенство в мировых делах. Испытание советской атомной бомбы стало для них шоком. Сельское хозяйство Сельское хозяйство СССР вышло из войны истощенным. К 1945 году оно сократилось примерно на треть и давало лишь 60% от довоенной продукции. Серьезно усугубило ситуацию засуха 1946 года, охватившая многие регионы, традиционные производители зерна. Был принят ряд мер по стимулированию производительности труда колхозников и увеличению производства сельскохозяйственной техники. В 1950 году тракторов и комбайнов было выпущено в три раза больше, чем в 1940 году, а валовая продукция сельского хозяйства превысила довоенные показатели. Работали колхозные рынки, где можно было торговать продукцией с приусадебных участков. Однако рыночная торговля разрешалась лишь там, где колхозы выполняли план госпоставок. После войны СССР вплотную приступил к созданию грандиозной системы орошения земель за счет использования водных ресурсов крупных рек. Предусматривалась закладка лесополос в степных районах и поставка в колхозы десятков тысяч тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей. Быстро развивалось производство химических удобрений. Эти меры были призваны способствовать дальнейшему росту урожайности. Однако из-за быстрого роста численности населения, особенно в городах, продовольственное снабжение в СССР продолжало оставаться острой проблемой. Конвенция социалистического реализма предполагала воспитания в людях чувства оптимизма, веры в наступление коммунистического будущего. Несмотря на тяжелейшие трудности, люди были искренне убеждены, что светлое будущее не за горами. Меры по улучшению жизни населения. В 1947 году в СССР были отменены продовольственные карточки. В Великобритании они сохранялись до середины 1950-х годов. Одновременно была проведена денежная реформа. Десять старых рублей менялись на один новый. Выиграла в целом и экономика, позволившая упростить расчеты внутри страны. В интересах сохранения стабильной и независимой финансовой системы СССР отказался вступать в Международный валютный фонд МВФ и Международный банк реконструкции и развития МБРР. В 1950-м году во внешне торговых расчетах было введено обеспечение рубля золотом. Благодаря значительному золотому запасу 2500 тонн на 1953 год удавалось поддерживать достаточно низкие внутренние цены и сдерживать инфляцию. Война крайне негативно сказалась на уровне жизни населения и правительство всемирно стремилось облегчить его положение. С 1946 по 1950 год регулярно снижались цены на товары первой необходимости. В три раза подешевел хлеб, в два с половиной раза мясо. На 30% и более снизились цены на одежду, ткани, обувь, но все равно многие товары были доступны далеко не каждому. Заработная плата у простых рабочих и служащих оставалась небольшой. Миллионы людей продолжали жить в переполненных коммуналках. Еще тяжелее было положение колхозников. Стремительно менялся архитектурный облик Москвы. Началось возведение семивысотных зданий, сталинских высоток, здания МГУ, МИД СССР, гостиницы Украина, жилого дома на Котельнической набережной и других. Во время войны покупательная способность денег сильно упала, денежная масса увеличилась, хотя правительство сумело не допустить сильной инфляции. Тем не менее, реформа была необходима. Она проводилась дифференцированно. Людям, имевшим в сберкассах небольшие сбережения до 3000 рублей, вклады пересчитывались один к одному. Далее пропорция перерасчета определялась в зависимости от величины вклада. В проигрыше оказались спекулянты, имевшие значительные суммы наличных денег, но отчасти и военнослужащие, получавшие значительные оклады в последние годы войны и после ее окончания. Высотное здание на площади Восстания. Ныне жилой дом на Кудринской площади. Москва, 1955 год. Семь сталинских высоток в стиле советского арт-деко до сих пор остаются украшением Москвы. Первоначально было запланировано восемь, однако строительство последнего и самого высокого здания было остановлено после смерти Сталина. Подведем после войны экономика СССР вынуждена сохраняла мобилизационный характер. Благодаря неимоверному напряжению сил всего общества удалось достаточно быстро восстановить промышленность и потребительский рынок, наладить снабжение городов основными продуктами питания. Возрождались из руин города, была ликвидирована ядерная монополия США, создана собственное ракетное вооружение. Однако уровень жизни населения рос медленно. Основная причина заключалась в огромных демографических, экономических и ресурсных потерях страны в 1941-1945 годах и в начатой западным блоком во главе с США холодной войне.